здравствуйте друзья мои подписчики как говорят пришла весна ну и конечно прибавилось вот получается работы это вот мои результаты вернее результаты моей козы одной козы повторюсь за одну зиму зимой я ничего не выносил потому что должен был быть теплый подстил чтобы она не замерзала тем более что эта зима была очень морозная наверное замерзли бы все а так в принципе вот такая вот толщина настила вот это у меня за за одну зиму вот собралась вот смотрите какая толщина получается по клетке вот по и вот благополучненько все это на тачечку и отсюда потому что должно быть вот так вот чистенькая вот смотрите по мокрому это только плотный слой был который это была стружка это были какая-то солома еще и и вот сверху еще было был такой хороший слой конечно уже сухого сена это то что разбрасывала сама коза за всю зиму она наела это все вот наблюдайте смотрите у курочек какой слой получается вот поэтому работы много весной тут как бы здоровья до сил и все это вывозить сразу будут вопросы куда вывозишь как утилизируешь что с этим всем добром делаешь кому продаешь это черное золото покажу сейчас все расскажу все увидите чё придумал с этим делать кстати в большом хозяйстве как говорят все пригодится вот посмотрите чё придумал с этим добром куда это все утилизирую куда все это складываю и как как справляю с этим всем вот запечатлели увидели вот как какие объемчики тут у нас вот сейчас посмотрите в целом когда уберу вот насколько ниже всего этого добра будет вот смотрите нижний край клетки генеральный генеральная уборка козлятника будем сейчас все драить все чистить все вычищать постелю здесь тонкий слой уже чистой стружки для того чтобы козы оставались чистыми вот а это все добро надо вывозить однозначно потому что здесь пошли уже физиологические процессы в принципе она все равно все сюда уйдет но это будет очень долго и уровень будет все расти да расти поэтому я думаю что все-таки от этого надо избавляться потому что здесь то флора не особо хорошая а на землю мы постелим стружку и начнется опять новый сезон опять будем готовиться к зиме сейчас покажу куда утилизируя вот собственно чего я с этим всем делаю вот я выкладываю сюда вдоль грядок таким более плотным слоем для того чтобы трава не росла это во первых возможность потому что видите у нас постоянные вот такие вот тучи постоянно дожди только ловишь погоду для того чтобы в любую погоду ты мог подойти и заняться вот этой вот травкой вот наш лучок который мы мучили 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 вот он у нас получился наши редкие аккуратненько все вот будем сейчас уже следить за тем чтобы травка нас тут не затягивала этот лучок а попозже уже сеном и сухой травой закроем для того чтобы минимально это все прошивать ну то есть для того чтобы минимально все это полоте вытаскивать всю эту траву поэтому вот чтобы не вывозить все это дело вот она у меня аккуратненько все сюда вдоль и выстраивается все остальное мы почистим и поэтому всему будем аккуратненько ходить для того чтобы в любую влажную погоду а у нас с дождями прям вот активно активно можно было спокойненько так вот наша еще одна полоса и мы вчера прокопали вчера была хорошая погода я быстренько взялся и еще одну полосочку нам сделал еще одну грядку вот теперь у нас уже четыре ну и готовится еще одна пойдет наверное под клубнику под клубнику я надеюсь что все получится все будет хорошо вот она как выглядит по краешку вот и будем спокойненько ходить в любую погоду чтобы нам ничего не мешало потому что грязь болото плюс не дает траве активно расти а все остальное прорвем вот куда иду иду показывать вам что у меня с картофель моё поле которое я раз копал и вот рядами вот так вот все задобрил аккуратненько тоже для того чтобы можно было активно сюда вот уже заходить и спокойненько чистить взялись за этот рядок мы его уже начали получается чистить вот здесь у нас активно травка уже пошла поэтому мы это не разрешим будем это все вырывать и чистить для того чтобы отвоевать все-таки землю я думаю что все должно быть хорошо плюс наверное когда урожай соберем мы еще и накроем это все это дело чтобы уж наверняка нам на будущий год меньше мучиться поэтому работы много ничего так что вот так вот задобрили это все потом превратится в такой перегной и будет удобрение для этой земли и земля будет нежной нежной пушистой пушистой для того чтобы можно было попроще и и потом обрабатывать и всегда чего-нибудь садите чтобы она хорошо все это дело росло поэтому посмотрим в целом на этот участок у меня ушло около 17 килограмм картофеля такое зерно 1 1 1 очень аккуратненько и красиво и все и не крупные и не мелкой такой средний поэтому садил по две картофелины и вот так вот окучивал ставил ниточку все в рядочек и старался и формировал тропинки так как у нас очень много осадков трава растет просто бешеными темпами ну и в целом для того чтобы мы могли иметь доступ я вот это вот все просыпал потому что на по-другому то сюда не залезешь вот а так можно только дождик закончился и можно так аккуратно работать уже первый рядочек которого вырвал и надо будет дальше работаем работаем аккуратненько все потихонечку все движется работы очень много поэтому ролики немножко пореже снимаю чтобы показывать вам чего да как у нас происходит можно было конечно же разные варианты придумать кучу всего на придумывать можно было кучу материала кучу денег это все вложить но мы обходимся такими минимальными затратами потому что иначе это все дело нерентабельно будет если вкладывать в это огромные финансы поэтому вот так вот все закрыли закрыли и наш лучок уже тут нас отблагодарил за нашу работу вот он уже пошел активно вот такой большой вот недавно я вам ролики показал что мы только все это дело посадили дождей огромное количество поэтому осадков много поэтому вот она тут все 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 что посадили все и зашло ну и конечно же трава не не уходит не отступает мы активненько все это дело сейчас задобрим прикроем пусть она тут лежит будет перегной и задобрится еще и земля ну и меньше мы будем мучиться с этой травой вот в течение лета тоже буду очень много косить и сюда все носить на кровать на кровать на кровать чтобы меньше коси из меньше получается все это полоть и рвать надеюсь что на будущий год она нам уже попроще будет эта земля уже больше будет поддаваться меньше вот этого всякого сорняка плюс наверное даст еще результат будем на кровати как только все это уже даст свои плоды все все мы соберем значит тогда уже и накроем отвоюем я думаю вот что в целом у меня получилось начистил конечно на все не хватило но частично где-то вот на какую-то большую часть все равно хватило остальные участки присыпаны тонким слоем еще старого сена но я думаю что мы еще добавим потому что траву нас она очень много поэтому я думаю что будет откуда и сделаем наведем порядок и покажу какая чистота в козлятнике в курятнике вот такой красотень навели порядок убирал все повытаскивал почистил здесь даже курочек все поэтому вот такая вот красота запах просто не передать эти опилки они какой-то хвои наверное поэтому очень приятно такой запах просто непередаваемый вот каждый год когда делаю просто вот но не знаю балдея прошлое видели слоем когда я вытаскивал слоем там лежала получается вот я каждый год все это делаю досыпаю чищу потом опять подсыпаю вот ну запах просто обалденный многие спрашивали какие полы у козочек в курятнике никакого никаких полов вот простая земля удобно убирается удобно чистится никакой влажности никакой жидкости все уходит в землю единственное что что вот ну раз в год поработать придется зимой все это заполняется формируется хороший настил никто никогда не замерзал курочки были живы все хорошо все нормально посмотрим какие птенцы у нас будут из-под этих курочек